Тут реально просто уже никаких нервов не хватает. Я уже сколько смотрю, и я ещё ни разу не видела, чтобы дети ели мясо. Отбивнушечку, тевтельку, котлетку. Нет! Макароны с салатом, картошку с салатом, борщ и, скорее всего, без мяса. Ну, это я ещё не изучила. Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. У меня прям сегодня такой яркий макияж, прям такие зелёные глаза. Но почему-то кажется на камере, как будто сами глаза воспалённые. На самом деле они совершенно не красные, просто как-то так передаёт камера, что прям вот хочется одеть мне очки, чтобы не раздражала никого эта краснота. Вот так, думаю, будет попроще. В общем, давайте начинать обзор. В общем, посмотрела я три видеоролика, и, как всегда, они такие все однообразные. И я вот всё время задумываюсь, что о чём думают мама и папа, когда они выкладывают в сеть такие видео. И я теперь понимаю, что у них мало комментариев, лишь, наверное, по той причине, что они их чистят. Потому что вот невозможно сдержаться, чтобы что-то там не написать. Потому что каждый видеоролик вызывает одним возмущением. Начался видеоролик, там, по-моему, у них стопки котла или печи, как они там, котла. И старший сын, по-моему, там занимался всем этим. Помогал там растапливать. И там, короче, у них там закончились то ли дрова, то ли что. И уже фанерой топили и говорили, что нужно ещё принести у нас там собраны книги, которые нужно бросить в печь. То бишь книги, которые когда-то кто-то писал, нужно сжечь. Ну, знаете, здесь мне тоже что-то подсказывает, что у них представление о литературе совсем другое. И для них обычная литература – это, наверное, вред. А возможно, что религиозная литература приносит пользу. Но в школе всё-таки учатся же всё равно литературе. И нерелигиозной. И мне кажется, для того, чтобы дети были мудрые, нужно быть начитанными. И порой сам по себе просится вопрос, читают ли у колесниковых вообще дети книги. Я думаю, что нет. Дальше снова мама нам показывает беспорядки в её доме. Крупным планом прямо она снимает, как дети. Вот они пришли со школы, и, значит, у них бардак. Одна лежит на диване, возле дивана на полу. То ли это хлеб раскрошен, то ли что. Но что-то вот так вот валяется покрошено. Анжела приходит, она садится в кресло, ногу под себя подворачивает, под ногой перец. И мама только через видеокамеру это замечает. Ну, знаете, я бы в жизни такие видеоролики не выложила в сеть. Это показывать бардак, что валяются перцы в кресле. И, ну, она сразу кричит, там, Дарина или Настя, там, запутаешься в этих именах, что, ой, ты тут носила и сюда принесла. Ну, вырезала бы этот кусочек, что-нибудь да наснимала. Но, мне кажется, ума просто не хватает до этого додуматься. Да и зачем? Как есть, так и пойдёт. С Вете всё нормально. И нормально то, что она весь день туалет драйла в прошлом видеоролике. И, в общем-то, сколько лет она тогда его не мыла, что она целый день его драйла и едва пооттирала стены. Дальше нам показывают, как снова готовиться. Обед, ужин, завтрак три в одном, как у них папа говорит. Ну, вы понимаете, у нас и всё, и завтрак, и обед, и ужин, у нас всё это в одно питание. То есть, трёхразовое выходит, выливается в одноразовое питание. Мама говорит, что вот, я режу сейчас салатик. Опять у неё миска. Я не знаю, с такой миски можно, наверное, суп есть, а не салат на восемь человек, не восемь, да, восемь человек делать. Режет салат и говорит, что вот, я, допустим, говорит, не могу есть макароны просто. Вот дети иногда могут, Лёша муж может. То бишь, у них снова на обед, на ужин макароны. И она объясняет, что вот салатик к макаронам. И я даже заметила, что в комментариях кто-то написал, что Лена, макароны это гарнир. Всегда было и есть. И к макаронам нужно тефтельки, котлетки, курочка, отбивнушечка, шестеро детей. Блин, я уже сколько времени смотрю видеоролики, я ни разу не видела, чтобы нормально детей накормили мясом. Макароны и салатик. Главное, что свои помидорки. И главное, что они уже поспели. Ой, девочки, мальчики, я, короче, в шоке. И нормально, ей нормально. И она мило рассказывает, мило улыбается и считает, что детей можно кормить ежедневно макаронами. Вчера она говорит, мы варили картошку с сыром, то бишь тоже с салатиком, но без мяса. Потом к вечеру уже, это, по-моему, во втором даже видеоролике, папа нам рассказывает, что... Нет, это даже в третьем уже. Потому что там не разбериха там. Там не поймёшь. Они снимают три видеоролика, я не знаю, наверное, на три разные камеры. Потому что один день уже якобы даже и прошёл, все-всё поубирались. А тут только начинается, только якобы они и кушать, или завтракать, или обедать садятся. И папа рассказывает, что ещё и борщ. Мне интересно, как ещё Света варит борщ. Я как-то ещё не видела её кулинарию относительно борща. На подсолнечном маслице, как она салатик заправляет, или всё-таки она туда ложит мясо? Вот вопрос. Мне надо вернуться, наверное, назад, в видеоролике спуститься, чтобы посмотреть рецепт её фирменного борща. Потому что рецепт макарон я знаю. Макароны, если есть сыр, сыр. Нету сыра, сырный продукт. И салатик, самое главное блюдо. Салатик, пиалочка на восемь человек. Дальше уборка, потому что суббота, уборка. И Света не может загнать детей, убраться. Она им говорит, а они чихали, они не слушают. Анжела рассказала Свете стихотворение, и вроде бы ничего и рассказала. Единственное она назвала не у попа, а у попы или у попа. Короче, рассмешила она там баллада о попе, что ли она сказала о попе. Короче, там что-то такое. И вроде бы ничего она рассказала, но Светочке не понравилось. И еще Анжела немного меня рассмешила тем, что она показала нам платье. Видать, она мерила какие-то наряды. И мерила одно на одно. То есть она надела юбку, наверх напялила платье, и в этих всех нарядах она пришла на кухню кушать. Но Света решила показать, какое же красивое на Анжелке платье. А тут оказалось, что платье, а там еще и юбочка есть. И это все можно носить дома и даже кушать. И Света даже не сказала, что Анжела, тебе нужно переодеться. В общем, дети убираться не хотели. Света их ругала. Только, наверное, старший немного устроил разгон. И что-то пошло шевеленье. Ну и дальше в последнем видеоролике название было такое, знаете, громкое. О том, что нужно переселить, что будет переселение. Я думаю, боже, куда они уже будут переселяться? Что за переселение? Оказывается, они будут переселять детей друг к другу. И таким образом это будет как будто обучение порядку. То есть один одного будут контролировать. Ну, посмотрим, как Анжела будет кого-то там контролировать. Когда, мне кажется, Анжела сама себя никогда не контролирует. И нам уже показали, что какие лизуны на дверях, которые никто не пытается отмыть. Ни мама, ни дети. И мама показала, что как грязно у всех. Я не знаю, но вот она неужели не думает, что канал смотрят и ровесники, и одноклассники. Уже который раз я об этом задумываюсь. И что ладно сейчас. Ну, еще чуть-чуть и будут гнобить детей. Мало того, что и так уже всего столько Света показала и рассказала, что мне уже так жалко этих детей, что я прям не знаю. Мало того, что они у нее ходят полуголодные, так еще и грязнули, неряхи, лентяи. Это все она выносит на всеобщее обозрение. Ну, Алеша это отдельный экземпляр. Его все устраивает походу. Особенно его устраивают макароны, пустые макароны. Ну, потому что, наверное, макароны дешевые. И не нужно тратить много денег, потому что у них же ипотека. А это огромные выплаты. И экономить нужно на желудке. Еще и машину нужно одевать, прибарахлять дорогими запчастями. Поэтому на желудке можно сэкономить. Но замечу то, что с утра Светулечка лечила свое давление чаем и бутербродом с красной рыбкой. Не каждый себе может такое позволить. Поэтому, наверное, на обед макароны, на ужин макароны, на завтрак, по-моему, Леша говорил, борщ. О, как! В общем, ребят, жду вашего мнения, что вы скажете относительно всех видеороликов. И так как я мало смотрю, мне интересен каждый ваш комментарий. И, как всегда, я всем желаю прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, добра, понимания, любви. Ну и здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас сердцем и душой. Всем пока!